Добрый день, мои дорогие друзья! С вами Себастьян Барыкин. Сейчас в Париже просто замечательная погода, и я решил, что мы будем с вами дальше продолжать изучать самые интересные сады Парижа. И сегодня мы с вами отправимся в один из, наверное, можно так сказать, самых интересных из них, но также один из самых малоизвестных. Жарден де Плант, или, если перевести, сад растения Парижа. О, посмотрите, огромный, кстати, сад. Это пятый самый большой сад в Париже, если исключить, конечно, Булонские и Винцентские леса. Мы сейчас находимся в пятом округе Парижа, это, ну, рядом Латинский квартал, сад расположен прямо рядом с сеной. Вот, посмотрите, вот с той стороны находится сено, с той стороны за этим зданием находится Аустерлицкий вокзал, вот с той стороны находится Парижская мечеть, там тоже Латинский квартал, и вот с той стороны находится городок, студенческий городок Жюсьё. Ну, сейчас не видно, потому что большие заросли. Это не просто сад, не просто парк, это также место является штабом Национального музея естественной истории. Одно из самых больших музейных учреждений во Франции. Тут есть несколько музеев, которые посвящены изучению растений и животного мира. Кстати, французы называют его не музей, а музею, так как бы с латиницей, ну, якобы такой термин относится к музеям естественной истории. Ну, или, наверное, они просто таким образом хотели выделить именно эту структуру, которая действительно немного уникальна в мире. Сейчас мы с вами отправимся гулять по этому парку, но начнем с немного истории. И как он появился? Начнем с того, что в Средневековье на этом участке мало чего было, текла маленькая река Бьевра, которая впадала в сену. Соответственно, тут были болота, которые сменились потом редкими полями. Первый, кто использовал это место по его будущему назначению, был аптекарь короля Николя Уэль, который тут давал уроки ботанике. В 1626 году король Людовик XIII приказывает своему врачу Гиде Ляброс тут обосновать королевский сад лекарственных растений. Если изначально проект был довольно скромным, в основном потому, что Парижский факультет медицины мешал его развитию, так как боялся конкуренции, то спустя некоторое время это станет один из самых уважаемых учреждений в мире такого рода. После революции сад переименуют просто в Жорден-де-Плант-де-Пари, ну сад растений Парижа, который он сохранил по сей день. Постепенно оно превратится в одно из самых реально больших научных учреждений не просто Франции, но и всего мира. Итак, друзья, давайте предлагаю начать с главного входа, с этой стороны. Вот, с той стороны, вы видите, там находится сено, а вот с той стороны вокзал Аустерлиц. Ну тут довольно шумно, тут много машин проезжает. Ну, в общем, главный вход. Видите, Жорден-де-Плант. И что я хотел сказать, так как вы, наверное, уже поняли, этот сад делится на несколько зон и несколько садов, которые каждый имеет свою специфику. Давайте пойдем посмотрим. И вот, посмотрите, сразу у главного входа можно увидеть статуи в честь Жан-Баптиста Ламарка. Выдающийся биолог и натуралист, это первый человек, который предложил теорию эволюции. Вот видите, тут, кстати, написано, что он основатель доктрины эволюции. И вот, также сделали, ну, для этой статы сделали сбор денег в 1900 году. Кстати, выдающийся реальный человек, богатый аристократ. Он учился у язуитов. Сначала попытался служить в армии, но не срослось. И он пошел это изучать. И потом он начал заниматься реорганизацией Королевского сада лекарственных растений, ну, который потом стал Музей естественной науки. Вот, если вот посмотреть сзади, видите, на заднем плане можно увидеть плитку, на которой старый Ламарк изображен со своей дочерью. В конце своей жизни он был слепым, наверное, так как много работал с лопой, с микроскопом. И вот дочь помогала ему в его работах. Он, кстати, был действительно выдающимся. Он заведовал кафедрой зоологии и скончался в очень почтительном возрасте 85 лет. Тут можно увидеть ее слова. Вот видите, потомство будет восхищаться вами, они за вас отомстят. Тут имеется в виду, что теории Ламарка про эволюцию высмеивали. И в свое время, когда эту статую установили, то эти теории уже стали доказаны реальностью. Хотя, конечно, работа Ламарка мало чего общего имели с работой Дарвина. Дарвин там даже особо его и не цитировал. И сейчас мы заходим на центральную часть этого парка, который называется просто квадраты. На самом деле это прямоугольники длиной 480 метров и 2,5 гектаров площади. Сам парк 23 гектара. Ну и вот тут посажены очень много разных растений. Их садят два раза в год, в мае и в ноябре. Так что можно видеть, как они растут зимой и цветут летом. Работа, кстати, тут очень тонкая, так как тут аж 700 разных видов растений. Но колорит, который они придают, действительно просто волшебный. Тем более, что их меняют каждый год. Вот видите, инструменты, тут садовники работают. Ходить, конечно, на лужайке полностью запрещено. И вот с каждой стороны этой квадраты есть статуи ученого. Там есть одна с той стороны, мы сейчас к ней подойдем. Ну вот с той стороны была статуя Ламарка. И вот, друзья, если вы ничего не понимаете в растениях, то сюда прийти это просто отличный способ как раз много чего узнать. Тут реально 700 разных видов. Делятся они и по эпохам, и по видам. Видите, тут особенно ничего такого общего между ними нет. Каждые разные деревья. И вот везде, видите, тут таблички, которые рассказывают про растения, его свойства. Например, какие растения хорошо для кровообращения. Друзья, на самом деле, тут действительно рай для всех, кто любит растения, потому что очень много разных видов их в этом саду. И вот, например, вот это, вот тут написано, вот какие растения хорошо для полости рта. Какие растения хорошо для почек, какие хорошо для печени. Какие вот хорошо против боли, вот, например, морфин. Что у нас тут дальше идет? Вот, какие растения хорошо для успокоения мозга. Так, вот с этой стороны, какие растения использовались для того, чтобы делать бумагу, для того, чтобы делать одежду, а также растения, которые использовались, чтобы красить ту же ткань. Вот это, например, пастель. Действительно, очень прекрасный парк. И это только, кстати, начало. И вот, посмотрите, с каждой стороны есть разные аллеи платанов. Вот видите, с этой стороны и с этой стороны. Понятное дело, что вот растения, которые тут выращиваются, они должны находиться под солнцем. Но, если жарко, вы можете просто вот идти со стороны платанов. Видите, тоже много людей бегают. Вот, но из-за того, что это все-таки ценный парк, вход с собаками сюда запрещен, вход на самокаты, велосипедов, соответственно, тоже. И посмотрите, вот прекраснейшая перспектива. Ну, мы тут находимся чисто в парке во французском стиле, но тут также вот с правой стороны будет более такой английский потом стиль. Вот, как аллеи с платанами растут. Вот, и вот, посмотрите, вот здание, которое находится по сторонам, и вот там, это музей, мы сейчас к ним подойдем. И хотел добавить еще одну интересную фишку. Вот, заметьте, вот лавки, не могу сказать, что они очень сильно красивые, но, видите, тут есть тексты. И на самом деле, это учреждение находится в ведомости Министерства высшего образования, но она все равно постоянно требует вливаний для того, чтобы функционировать, для того, чтобы проводить тут реставрации. И вот один из способов этих реставраций, это проплатить себе надпись какую-нибудь, какой-то текст. Я, кстати, не знаю, сколько этого стоит, но это вот можно вот так себя увековечить на одной из лавок в этом парке. Ну, и, соответственно, тоже профинансировать это место. Ой, посмотрите, какая тут по центру прекрасная перспектива. Фу, очень красивые растения. Тут садовники очень хорошо за этим следят, и они постоянно меняют тут композиции. Ну, видите, тоже, соответственно, орошение, которое сейчас проходит. Кстати, не могу сказать, что сейчас в Париже была хорошая погода, весь июль были дожди, но вот сейчас уже как-то в августе покрасивее. И, друзья, вот с этой стороны можно увидеть вторую статую, которая находится в этой перспективе. Наверное, самого важного человека в истории этого парка Жорж Луи Леклер де Бюфон. Он был математиком, натуралистом, биологом, космологом, философом и, конечно же, писателем. Тоже очень важный человек для этого парка. По разному с течением обстоятельства он стал заведующий этого сада, который он переименовал в Королевский сад растений. Ну, это было начало только его становления этого парка. И он тут царствовал в течение практически полувека. Именно при его управлении место станет не просто садом, но главным местом изучения и обучения растений и животного мира, который Бюфон, кстати, приказывал импортировать тоже со всего мира. При нем тут начали работать самые умнейшие личности страны. У него, кстати, были отличные связи со всеми великими людьми Франции, в том числе Людовик XV был его другом. И также он получал подарки от многих разных правителей Европы, в том числе Екатерины Великой. Ну, и Бюфон посвятил практически всю свою жизнь написание своей, ну, можно так сказать, единственной книги «Естественная история», которая считается первой и самой важной в то время книгой про зоологию. Ну, и говоря про зоологию, мы как раз сейчас подходим к Великой галерее зоологии. Видите, на здании там написано с каждой стороны «Зоология». Раньше, когда Жордан-де-Плом только начинался, на этом месте был замок. Ну, конечно, со временем коллекции животных и растений только росли, надо было построить что-то уже более великое. И вот так появилось в конце 19 века, как раз к всемирной выставке 1889 года в Париже, огромная такая галерея. Сверху там витраж, огромные окна, чтобы могло проходить солнце. Вот посередине статуи, которые, наверное, изображают естественную историю или науку. Сверху вот можно увидеть имена великих людей, которые тут работали. Вот тоже аллегории разных животных. Ну, и буквы РФ, Французская Республика, с каждой стороны. Так, ну, в принципе, давайте посмотрим. А, и снизу я тоже забыл сказать, но вот медальоны с изображением этих же людей. Так, пошлите. И вот, мои друзья, большая галерея эволюции. Ой, тут куча разных животных. Некоторые вымерли, другие нет. И посмотрите, сколько тут раз, два, три, четыре вроде даже этажа. О, посмотрите на все эти животные. Они действительно как будто живые. О, сколько тут разного. Кстати, некоторые животные, которые тут сохранены, очень-очень старые. Вот этой черепахе, например, она умерла в 2009, и ей было 146 лет. Ну, самый старый обитатель этих мест, это вот носорог, который называют носорог Людовика XV. Просто потому, что его подарил французскому королю власти Бенгалии. Ну, у Франции тогда было там торговое представительство в Индии. Ну, его привезли во Франции. Говорят, что он был очень агрессивным и даже несколько раз убивал людей. Да, сверху оно выглядит, конечно, намного более величественно. И вот видите, этот знаменитый витраж, который пропускал солнце. Ну, сейчас, я думаю, его сделали чуть-то так как бы темнее, чтобы это не вредит коллекциям. И вот после Второй мировой войны оно было повреждено, вот как раз во время Второй мировой. Вроде немцы стреляли по нему. И вот здание протекало, крыша протекала, долгое время не реставрировали. И в 90-х президент Митеран, когда посетил это место, он приказал его отстроить. И вот на самом деле, только начиная где-то с начала 2000-х, тут снова стал музеем. И вот также, мои друзья, тут есть один зал, который посвящен животным, которые находятся под угрозой вымирания или которые вымерли. Вот, в такой старенькой части. Кстати, тут тоже очень красиво. О, вот смотрите, а это вот, тут хранятся часы, которые принадлежили Марии Антуанетт, когда она в Версале жила. Кстати, друзья, не поленитесь пройтись сзади вот это, где находится эта лестница, потому что тут находится замечательный макет, как выглядел Жордан де Плант в 1819 году. Вот, уже были эти аллеи, эти растения, деревья. Вот уже эти теплицы тоже были. Ну, а большие галереи появились уже потом. Вот, с этой стороны находится зоопарк. Мы туда потом еще придем. И вот эти здания тоже в то время находились. Вот маленькая возвышенность, мы туда тоже пойдем. И вот, смотрите, тут замечательная статуя. Видимо, какой-то охотника, который вроде ловит какую-то рыбу. Вот тут плитка в честь Гидуэля Брос, который был первым управляющим Жордан де Плант. А вот с этой стороны статуя в честь Бюфона, и в ней хранится его мозг. Но в то время это было модно. И так что вот, друзья, значит, это была большая галерея эволюции. Хотел добавить еще один интересный факт. Когда реконструировали ее в 90-х, также сделали одно очень интересное место. Под ней это зоотека, в которой хранится около 7 миллионов особей. Часть из них была подвержена таксидермии. Точнее, их превратили в чучелы. Коллекция там действительно огромная. Там много разных животных, всех видов. Они хранятся при низкой температуре 15 градусов. Ну, чтобы, в принципе, объяснять, почему это здание находится под землей. И с низким уровнем влаги. Не больше там 40%. Ну, к сожалению, туда пойти невозможно, потому что это только для ученых. Но, тем не менее, знайте, что это не просто музей. А вся эта структура, это также большие лаборатории и огромный учебный комплекс. Так, вот тут мы сейчас находимся с западной стороны. Вот тут тоже один из главных входов. Вот. А вот это дом Бюфона. Когда Бюфон тут заведовал, он себе построил также дом, и в который он умер. Бюфон имел очень важную важность для этого места. Не просто потому, что он заведовал, и тут очень много новых видов появилось. Он также расширил парк. Раньше вот территории было наполовину меньше, и вот именно при его правлении парк расширился больше вот на северную часть. И вот в этом доме также жил после Бюфона Ламарк. И тот же в нем умер. Ну вот, этот западный выход. Вот. Мюзеен Националь Дистор натюраль. И вот с этой стороны находишься Парижская мечеть. Наверное, самая красивая, самая большая мечеть в Париже. Парижская мечеть была построена после Первой мировой войны, чтобы отблагодарить вот тех мусульманских солдат, которые пришли драться на континенте. Как-нибудь я тоже вас туда свожу. И, друзья, продолжаем мы с вами осматривать музей, который находится в этом месте. И вот это галереи минералогии и геологии. Это считается вот самым старым зданием, которое был тут построен для того, чтобы быть музеем. Это был еще 1833 год. Так что раньше, чем вот эта большая галерея эволюции. Ну так давайте пойдем посмотрим. И вот, друзья, вот как выглядит этот музей. Я думаю, что там больше, но тут вроде только один этаж. И вот, друзья, посмотрите. И вот, друзья, тут есть нитиорит. Честно, я немного расстроен. Особенно, что в интернете там написано, что полмиллиона экземпляров. Но вот видите, он только вот с этой стороны, этот блок. Вот этот с другой стороны тут вроде посещать нельзя. Так, ну ладно, продолжим гулять по парку. Вот смотрите, с этой стороны это огромное дерево. Это софору японская. Дерево тут находится аж с 18 века. Ну тут в этом парке есть несколько таких интересных деревьев. А сейчас мы с вами заходим в розарий. Ну, видите, розы тут не сильно цветут. Наверное, в какой-то другой момент года тут покрасивее. Но тут 390 разных вариантов роз. Некоторые очень древние, другие более молодые. И несколько вот таких греческих статуй. Да, красивенько, но вот жалко, что тут это все не цветет. Я, если честно, в розах не эксперт. Наверное, в какое-то другое время года тут, наверное, намного красивее. Ну, хотя и так уже неплохо. Так, продолжаем идти через розари. Вот видите, с этой стороны тоже еще одна статуя. Видите, какая белая. Я думаю, ее не так уж и давно отреставрировали. И смотрите, сколько тут школьников. Очень много школ, парижских идут сюда, чтобы это показать детям, экскурсии устраивать. Визитеров, на самом деле, в этом парке довольно много. Но надо знать, что огромная часть из этих посетителей – это как раз вот школы во время школьных прогулок. И вот, друзья, среди старых растений, которые находятся в этом парке, рубинья, которая была привезена с Америки. И вот это дерево из Юдея. 1785 году ее посадили. Видите. Так, пошли дальше. И вот посмотрите на эту другую такую большую галерею. Это галерея, ботаническая галерея. Оно на самом деле не музей, в какое-то время оно было. Но сейчас там находятся лаборатории по изучению растений. Ну и, соответственно, доступ туда особенно не разрешен. Тут огромная коллекция растений. Их 8 миллионов штук. Часть из них, кстати, были уже нумеризированы и находятся в компьютерных данных. Здание было построено в 30-х, в стиле арт-эко. С каждой стороны можно увидеть башню, где существует лаборатория. Это для фанерогами и для криптогами. Можно вот это увидеть название на башне. Вот видите, фанерогами по-французски написано. Это две области репродукции растений. Так, идем с вами дальше. Вот по этой аллее с платонами. Чао, а я взял, вот так вот. Ну и видите, доступ действительно закрыт. Там, как я сказал, лаборатории. В какое-то время оно было открыто для посещения. Но прошла реставрация и в 2019 году его полностью закрыли. И вот, друзья, смотрите, между двумя галереями находится еще один интересный сад. Это сад ирисов и многолетних растений. Он был построен в 1964 году. Изначально тут были только ирисы, но потом добавили многолетние растения. Их тут 100 видов ирисов и 450 многолетних. Многолетние растения это те, кто живут более двух лет. Считается, что май самый лучший момент, чтобы сюда приходить. Но, к сожалению, сейчас этот парк почему-то, этот сад почему-то закрыт. И вот по сторонам, вот видите, тоже есть много входов и выходов в Жордан-де-Плант. И, кстати, Жордан-де-Плант, ну точнее офис и музеев распространяются тоже вот на эту часть. У них там тоже есть какие-то лаборатории. Как я вам говорил, это очень большая структура. И вот, друзья, посмотрите, с этой стороны есть один карусель, манеж. Он очень интересный, потому что его называют Додо-манеж. Додо-это редкая птица, маврийский дронт, ну или додо, как его называют. Это вымерший вид птицы, которые жили на Маврике. Ну, это остров в Индейском океане. И видите, на этом манеже есть разные, ну, то ли вымирающие, то ли вымершие животные, ну, которые должны вот как бы показать детям, ну, как важно, наверное, сохранять этот животный мир. О, да, гориллы. Нет, кстати, очень красивый манеж и довольно старый тоже. Удивительно, что он до сих пор сохранился. Так, друзья, вот сейчас мы с вами проходим вдоль здания сравнительной анатомии и палеонтологии. Тоже еще один очередной музей, который тут находится. Смотрите, тут много сцен с животными изображено на стенах. Кстати, довольно красивое здание. Сейчас мы пойдем посмотрим тоже этот музей. О, друзья, у входа этой очередной галереи можно увидеть статуи в честь Эммануэль Фремене. Это не ученый, а знаменитый скульптор, который сделал огромное количество скульптур в Париже. Вот, в том числе статуи Джанна Дарк, которая находится рядом с Лувром. Что он там еще делал? Он сделал много статуй, которые находятся перед музеем Арсе. Фонтан четырех частей Световых, который недалеко от Люксембургского парка. И вот, видите, тут он творит еще одну стату, который тоже находится в Жордан де Плант. Так, и вот эта галерея. О, смотрите, народа много. Посмотрите, здание было построено в конце 19 века. К преддверию Всемирной выставки 1900 года в Париже. И вот, смотрите, замечательная работа с кирпичом. Ансамбли с животными сверху. Вот. Тут можно увидеть статуи мамонта. А вот с той стороны, если пройти, видите, есть статуи стегозавра. Народу реально много сейчас. Фу, вот стегозавр. Все, друзья, зашли внутрь. И посмотрите, сколько тут скелетов животных, человека, обезьян. Огромная коллекция. О, это маленькие какие-то... Это вроде, что там лягушки... Не, не ясно. Ну, слушайте, я что могу сказать? Довольно интересно. Здание тоже старое, вот 1900 год. Но, как видите, очень красивое. Тут арматура. Птицы. Ну, слушайте, интересно очень. Ой, так, тут, как и в концкамере, есть вот такие запечатленные в банках. Есть даже вид тератология. Это изучение, когда вот что-то прошло не то. Ну, и животное родилось с дефектом. Как-то страшно, если честно. Вот, друзья, я думал, тут всего лишь один этаж. На самом деле, поднимаешься чуть-чуть, и вот уже второй. Вот тут с динозавриками уже. И вот куча разных каменных коллекций. Так, друзья, по мне, если честно, немного жутковато. Мне не сильно эта галерея понравилась. По сравнению там, ну, взять с той же первой. Не знаю, может, потому что Костя, может, потому что там вот все эти чучела. Не знаю. В общем, сейчас мы заходим в ту часть, единственную, где я вижу, чтобы люди сидели на лужайке. И вот тут, видите, за этими греяжами тоже есть один интересный парк. Он довольно еще более интересный, потому что сюда входить нельзя. Это экологический сад. И он был создан в 32-м году. И тут выиспроизводятся разные элементы природы Парижского региона. Его закрыли, чтобы можно было смотреть, как этот сад будет эволюционировать без воздействия человека. Ну, сюда только садовники, может, там ученые могут заходить. Видите? Ну, действительно, тут все заросло, и особенно ничего такого сзади нет. Сейчас пойдем с той стороны, пройдем, посмотрим, может, что-то увидим. Ну, что могу вам сказать? Вот, видите, идем вдоль этого барьера. Ну, да, там видно, что какие-то проходы есть. Но это только как бы для садовников. И действительно, туда никто так зайти не может. Но это интересно, это тоже должно быть. Это действительно важно, чтобы животные имели место, где они могут не соприкасаться с человеком. Ну, в той же цели воспроизводства. Вот. Ну, и вот посмотреть, как растения тоже растут без воздействия человека. О, а вот с этой стороны даже есть лужайка. Но тоже без доступа. Тут, видите, сделали специальное укрытие для пчел. Вот это мы так и назвали, а ты для пчел. И вот тут тоже следят за птицами. И видите, с той стороны вроде даже посадили виноградники. Тоже интересно. Я не слышал, чтобы тут делали свое собственное вино. Но виноград тут 100% растет. И вот, да, видите, вон там виноградники действительно растут. Кстати, спелеют, спелеют. И посмотрите с этой стороны. Смешно посмотреть на этого чучела. Так. Пошли в эту сторону, друзья. И в этой стороне находится тоже другой интересный сад. Это сад ботанической школы. Сейчас он сюда зайдет. Так, друзья. Очень важный тоже сад. Потому что именно в нем изучают растения. Ой, слушайте. Довольно, кстати, тоже старый сад. Его посадили 400 лет назад. Но его цель не просто там изучать растения, а также показать их эволюцию. Слушайте, это тоже довольно очень чистый, ухоженный сад. Даже маленькая эта водяная объемность. Ну, видите, какая все-таки большая территория. И заметили все-таки, сколько тут садов. Видите, везде вот этикетки с названиями. Это ж, блин, так надо разбираться. Я думаю, садовники тут очень хорошо получают. Потому что работа очень тонкая. И требует, конечно, очень обширных знаний. Ну, потому что если работаешь только с одним растением, это понятно. Но если ты работаешь с... Ну, тут сотни, да нет, ну, даже тысячи. То, конечно, не все так просто. Ну, посмотрите, какая красивая будка сторожа с колоритом. И какая разновидность растений тут. Ну, видите, садовники, я не знаю, мы, может, особенно их не видели, но они работают тут постоянно. Что касается открытия, то сад открыт каждый день. Во время сезонов закрывается чуть раньше, чуть позже. Но, 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 но... Тут только вот эти музеи закрываются по повторникам. И вот сейчас мы приходим к большим теплицам. И вот, друзья, смотрите, есть такой проход, который ведет от этого сада в другой, альпийский. И вот, мои дорогие друзья, посмотрите, вот это альпийский сад. Ну, и тут в основном выставлены растительность, который растет в горах. Вы знаете, вот сколько я вот тут разные сады, сколько они тут красивые. Ну, вот по мне, что вот пока вот этот самый красивый. Не знаю, почему, мне нравится больше всего. Видите, проходики так сделали, водичка течет. Слушайте, реально тут садовники очень большие молодцы. Ху. Уровень красоты этого парка, ну просто... Ну, это великолепно. Слушайте, действительно очень красиво. Такое ощущение, что реально находишься в такой среде. И, друзья, мы сейчас с вами пойдем посмотрим как раз эти замечательные теплицы. И вот, друзья, мы зашли в теплицы. Вот, первый из них это теплица тропического леса. было построено в 37-м году в стиле ар-деко. Ху. И вот сразу, когда сюда заходишь, то становится жарче. Это, в принципе, логично. Теплица, ну, в свое время, ну, первые теплицы были, когда тут появился сразу этот парк. Ну, потом со временем, конечно, реконструировали. Ну, соответственно, это абсолютно логично, потому что многие экзотические растения выжить в парижскую погоду. Ну, сейчас, конечно, редко, когда градус падает ниже нуля. Но, тем не менее. Слушайте, смотрите, большая конструкция, смотрите. Тут реально как в джунгли сделано. Так, а вот это теплица засушливых районов и пустыни. Раньше она вроде называлась колониальной теплицей, но она была сильно повреждена во время урагана 99-го года. И ее потом перестроили. Ну, соответственно, в пустыне, конечно же, кактусы. Ой, вот смотрите. Если вы думаете, что тут негде на лужайке посидеть, то вот прямо рядом с теплицами как раз лужайка для этого и сделана. О, смотрите, такое ощущение, что пещерка. Сверху еще уровень есть. И вот, чтобы пройти дальше, надо подниматься по такой лестнице. Так интересно. Так, и сейчас мы попадаем в теплицу Новой Каледонии. Потому что в основном тут растения из Новой Каледонии. Новой Каледонии, я напоминаю, это французская заморская территория в Тихом океане. Наверное, одна из самых дальних территорий, которой владеет Францией. Так, друзья, только что перешел дорогу и пошел в последнюю, четвертую теплицу. И эта теплица называется История растений. Тут представлены, ну, как развивалась история разных растений. И посмотрите, сама архитектура этой теплицы просто прекрасная. Вот все из этого, из металла и стекла. Ну, и сами растения тут тоже очень замечательные. Все, друзья, сейчас мы с вами уже заходим в английскую часть парка. И вот, смотрите, сразу у входа видно статую, которая вот была сделана тем артистом, о котором я вам говорил. Статуя находчик-медвежат. Она изображает схватку насмерть между охотником и вот медведицей. Ну, видно, что, скорее всего, они оба проиграют. Вот, видите, медведица на него напала, потому что он убил ее детеныша. И вот, видите, она ему терзает спину, он, скорее всего, убьет. Но он ей все-таки кинжал в шею всунул. Так что, ну, это как бы аллегория того, что человек должен относиться с уважением к животному миру, и то они уничтожат, как бы, друг друга. Да, интересно, что все-таки уже в те времена люди начали это осознавать еще без глобального потепления и так далее. Так, и вот английская часть этого парка. Да, действительно, тут как-то уже все по-другому. И вот, друзья, когда спускаешься, приходишь перед отель де Мани. В нем находится администрация парка и музеев. Он был построен в 1700 году. Ну, и принадлежал просто семье, ну, да, семья, которая им владела, дала ему свое имя. Когда Бюфон расширил владение Жардан де Плант, то это здание попало в его владение. Соответственно, вот, посмотрите, видите, посередине можно увидеть надпись Кабинет-де-Стуар. Кабинет-де-Стуар, так как некоторое время тут был маленький музей, который представлял эволюцию парка с его начала по сей день. Ну, потом его закрыли, и тут теперь только администрация. И посмотрите, с левой стороны, тоже, кстати, очень интересно, для тех, кто за мной следят, вы знаете, что я спускаюсь в катакомбы. Вот тут есть вход в катакомбы. Оп, ли, видите, лестница спускается. Ну, туда вот сейчас мы, к сожалению, не сможем зайти. просто потому, потому что ученики, которые учатся здесь, им надо тоже знать, как работает жизнь под землей. Ну, вот, ну, соответственно, профессоры туда иногда спускаются и показывают им это растение, корни, ну, и, соответственно, подземная жизнь. И сейчас, мои дорогие друзья, мы с вами поднимемся наверх. Тут есть часть парка, который называется лабиринт. На самом деле, это никакой не лабиринт, это просто такое название. Ну, это такой пассаж, который закручивается сам на себя и который ведет к тому памятнику, который сверху. Сейчас мы с вами туда идем. Ой, посмотрите на это величественное дерево. Это кедр с Ливана, 1734 год. Замечательно. И вот, когда понимаешь, можно увидеть, что тут находится гробница до Бентона. Это был первый директор музеума естественной истории. И давайте снова посмотрим на этот кедр из Ливана. О, это величественное дерево, посмотрите. Фу, практически 300 лет уже. И вот, сейчас поднимаемся вот туда. И вот, друзья, мы с вами пришли к конструкции под названием Галориета Бюфона. Галориета это такой термин в архитектуре, который обозначает, который обозначает конструкцию в парке обычно павильон или маленький храм. Часто из железа или из каменных колонн. Само слово происходит от французского «галуар», что переводится как «слава». Диаметр от конструкции 4 метра и считается, что эта конструкция самая старая металлическая конструкция во Франции. Вот видите, 8 таких колонн. Сверху такой глобус. И вот раньше на этом месте был гонг, который барабанил ровно 12 часов. Этот гонг работал с помощью специального такого механизма, который работал под влиянием солнца. Солнечные лучи сжигали нитку, которая держала молоток и каждый день эту нитку меняли. Но, к сожалению, механизм в наши дни уже не существует. Исторически на этом месте в Средневековье была свалка, над которой потом построили мельницу. Ну, а сама вот эта Галарьет появилась в честь Бюфона. В 18 веке были почему-то такое обычаи, когда двери парка закрывались. Тут тайно встречались аристокараты и буржуи либеральных кругов. Не знаю, почему, но может потому, что без спрос подрался. О, друзья, с этой стороны находится фонтан со львами. Красивый фонтан, жалко, что не работает. И вот с этой стороны один из выходов на севере, на севере парка. И посмотрите, еще одно, какое огромное дерево. Это, это дуб. С какого года? 1811, наверное. Да, гигантское дерево. Замечательно, я люблю узнавать такие деревни. Ну, и, конечно, хорошо, что они до сих пор тут сохранились. Так, и вот, смотрите, мы выходим с северной стороны. Тут тоже есть одна интересная вещь, ну, которая к парку имеет дело, хотя в нем не находится. Посмотрите, это фонтан. Фонтан под названием фонтан Кювье. Видите, сверху надпись «А, Жорж Кювье в честь Жоржа Кювье». Жорж Кювье это был натуралист, который считается отцом сравнительной анатомии и палеонтологии. Его вклад настолько велик, что его имя даже написано на Эфелевой башне. Ну, фонтан тоже тут не работает. Я вам уже много раз говорю, оскольку у нас проблемы с этими фонтанами в Париже. Если сравнивать с Римом, это, конечно, большое позорище. Но, видите, разные животные на нем изображены. И вот, заметьте, интересный факт, это вот этот крокодил. Он голову поворачивает. На самом деле, в природе это невозможно. Крокодила голову не поворачивает. Такая маленькая ошибка. Хотя, может, и не ошибка, не знаю. Да, очень красивый фонтан. Ну, и Кювье, соответственно, тоже работал в музее натуральной истории. Вот сейчас мы сейчас вернемся в Жорданный план. Но я хотел сначала вам показать, вот, посмотрите на этот дом. Как его очень красиво заросли вот с этими деревьями. Слушайте, я тут, я бы раньше не знал, но на самом деле недавно прошелся, его увидел. Посмотрите, это просто замечательно. Это, блин, такая работа, это надо еще уметь. Если вы будете в Париже, обязательно с этой стороны пройдите. Я считаю, что с этой стороны это просто действительно шедевр. Это надо еще уметь так сделать. И вот, друзья, посмотрите, в этом здании находится Институт физики Глобуса Парижа. И видите, вот эту красную линию, это на самом деле не новогодние гирлянды, которые забыли снять. На самом деле, это аллегории огненного пояса. Ну, такая метафизическая, можно так сказать, эта линия, которая показывает активность вулканов в Тихом океане, ну, где мы знаем очень сильно вулканическая активность. Так, и вот сейчас мы возвращаемся в Жордан-де-План. Тут тоже есть один вход с этой стороны. Опля. Фух. Так, и пойдем смотреть, что тут еще дальше находится. О, посмотрите, какое старое дерево. Тут, к сожалению, дата не написана. Фух. Но такое ощущение, что мы уже тысячи лет. Так, вот еще одна какая-то стата, но дом мы уже видели. Вот с этой стороны находится одно здание, где были, ну, на самом деле, до сих пор находятся амфитеатры. Тут давали уроки, уроки по биологии, по зоологии, ну, в общем, все, чем здесь занимались ученые. Вот, друзья, с этой стороны также находится один ресторан Les Belles Plantes. Красивые растения. Не знаю. Так, пошли дальше. Слушайте, друзья, тут реально очень красиво. Смотрите, место, чтобы дети там играли, фонтаны с водой. Вот, дерево 1780-го, гинко. вот тут, видите, статуя нимфа, который играет с дельфином, ну, точнее, его мучает. Так, вот амфитеатр, вот главные офисы, хуй, тут еще растения, еще статуи. Ну, английская часть парка как-то чуть более приятная, не знаю, наверное, потому что тут это много, много тени. Соответственно, сейчас немного жарковато, и это все-таки довольно приятно. Но у нас сейчас в Париже, во Франции очень много проектов для того, чтобы больше озеленить те города, ну, в том числе, чтобы бороться с слишком большими жарами, которые, ну, которые с каждым годом становятся все больше и больше. Так, друзья, вот с этой стороны находился дом Кювье, вот тут написано Maison de Cuvье, вот бюст в его честь. И сейчас там находятся ассоциации друзей этого музея. Ну, на самом деле, это просто, скорее всего, организация по поиску доноров, спонсоров и так далее. И вот, посмотрите, на его доме также вот были солнечные часы. Так, и мы с вами сейчас пойдем в, наверное, самую интересную часть этого всего парка Менажери. Или, точнее, зоопарк. И вот, мои дорогие друзья, Менажери. О, посмотрите, это что, страус? Фу, сто лет страусов не видел уже. Менажери, это довольно, кстати, старое слово. Если в русский язык переводить, то это будет зверинец. Первоначально оно означало ферму, потом как-то перешло в значение коллекции животных аристократа или короля. Ну, а данный зоопарк был основан в 1794 году и является один из самых старых в мире. А, чтобы быть точным, он второй после того, что находится в Вене. Занимает он чуть больше 5 гектаров, что означает почти одну четверть всего парка. И тут около 600 животных поделено на 189 видов. Опля, хуй. О, посмотрите на этих красоток. Исторические идея создать тот зоопарк родилась после революции. После того, как король бежал, королевская менажерия в Версале стала бедствовать. Ее начали грабить, некоторые животные даже были убиты. Решено было тогда создать это заведение, отправить сюда животных, которые были в Версале, а также тех, которые отняли циркачи, что деятельность тогда запретили. Со временем коллекции будут только расширяться, в том числе во время наполеонских войн, но также благодаря подаркам иностранных деятелей. Уй ты, малыш, малыш, посмотрите, кенгурушка маленькая. И там тоже целой стаи отдыхает. Один там еще тоже что-то гуляет, а этот кушает салат. Вкусно, вкусно? Тут были представлены очень много разных экзотических животных. Например, в 1827 году будет представлен первый раз во Франции жираф. Во время осады Парижа в 1870 году менажерия попадет по бомбами пруссов. Так как парижане голодали из-за осады, то множество животных просто были съедены. За исключением обезьян, которые считались слишком близкими к человеку, а также гиппопотамов, так как за них просили слишком много денег. А вот слоны тогда считались деликатесом, который подавали в элитных ресторанах города, пока бедняки ели крысы-собак. Коллекция животных, конечно же, восстановится, но она снова снизится во время Первой мировой. В середине 20 века она уже сильно устарела и ее постоянно критиковали движение зоопарков, потому что тут место было очень маленькое и животные тут ну, надо было им зоопарк побольше. Через этим в 80-х началась массовая масштабная работа реставрации, но так как места тут было мало, то было принято решение выставлять на показ больше небольших животных, как раньше, а более мелкие. Почти все здания в менажере были построены в 30-х году замену тех, что были построены в начале 19-го века, ну, за исключением здания ротонда, которые с 1812. нас. О, посмотрите на этих орексов. О, вот тут Валаби, а вот видите, там в конце там Эму, против которых австралийская армия проиграла война. О, посмотрите, вот это топир. Я не думаю, что они такие большие. Ну, посмотрите, это здание тоже. Оно было построено в 30-х годах, и вот там находились хищники. О, друзья, посмотрите, какие красивые там лошадки. Вы знаете, несмотря на то, что это довольно все-таки маленький зоопарк, и животных тут не так уж много, он довольно такие красивые. Вот смотрите, это архитектура, типичная вот таких в 30-х годах. Ну, на самом деле, стиль довольно такой неплохой. О, посмотрите, какие тут структуры красивые, тут какие-то обезьянки. О, что это такое? Первый раз такую маленькую вижу. О, реально очень красивое место. О, посмотрите на козликов. О, какие у них рога. Ой, боже мой, посмотрите на это огромное существо. О, первый раз такое вижу. Да, если он в тебя набросится, то, думаю, все уже. Так что все, мои дорогие друзья. Это значит, были Жордан-де-Плант в Париже, с отрастения. Ну, видели, действительно, очень интересно, уникальное место. Давайте, до скорого. Думаю, скоро будут еще интересны какие-то видео. Пока.